помогите купить телескоп какой телескоп мне купить если бы мне давали по рублю когда я слышу эту фразу я бы разбогател ну вот у вас появился телескоп знаете что это машина времени заглядывая в окуляр вы видите прошлое например если вы смотрите на луну вы видите такой какой она была одну секунду назад а если смотрите на солнце то восемь минут назад смотрите на другие звезды это уже исчисляется годами а давайте заглянем к соседям ага видно что стрелка часов у них отстает а еще мы видим какими были наши соседи в прошлом эта теория относительности и программа астрограф в этом выпуске вы узнаете как выбрать себе простой но хороший телескоп что интересного у нас на небе в июле что такое мизосферные или серебристые облака и как эдвин хаббл расширил нашу вселенную 6 июля новолуние 21 полнолуние в этот момент напомним дальний космос астрономы не наблюдают ну потому что луна засвечивает все небо да и саму луну тоже астрономы не снимают на ней нет объема и теней из-за того что свет падает на ее поверхность прямо в лоб 22 июля меркурий в наибольшей восточной элангации он окажется максимально далеко от солнца не упустите возможность попытаться его снять в этот момент я до сих пор этого не сделал а прошло уже более 15 лет как у меня появился телескоп 25 июля луна будет рядом с сатурном а в некоторых частях земли наблюдатели могут даже снять покрытие луной этого газового гиганта 31 июля пик метеорного потока дельта аквариды но он слабенький ждем августовский звездопад а еще астрономы всего мира затаили дыхания вот-вот на небе появится новая звезда и так берем наконец телескоп и находим созвездие северной короны она находится левее ручки большой медведицы поднимаемся чуть выше прямо к созвездию геркулеса вот она корона именно здесь должна вспыхнуть новая звезда ее название т северной короны или полыхающая звезда раз в 78 лет мощнейший термоядерный взрыв делает ее ярче в 10000 раз и в последний раз это произошло в 1946 году а в этом году она вспыхнет вновь на самом деле это двойная звездная система состоящая из белого карлика и красного гиганта звезды которые находятся на финальной стадии эволюции так вот когда часть вещества внешних слоев красного гиганта падает на белый карлик происходит термоядерный бум кстати в этом взрыве рождаются такие элементы как литий так что ждем новых партий аккумуляторов для наших гаджетов ура слышали уже наверное про серебристые облака это самые интересные и в прямом смысле слова космические облака на земле их можно увидеть на наших широтах от 45 до 65 градусов мало того что они могут светиться ночью напоминая морские волны так их высота над уровнем моря более 90 километров из-за этого их еще называют мезосферными облаками так как возникают они в мезосфере нашей планеты кстати это наименее изученная область атмосферы так как самолеты здесь не могут летать не хватает подъемной силы под крылом а для спутников все же это очень плотный слой поэтому ученые еще называют ее игнора сферой так что и облака можно назвать игнора сферными ну вот разобрались а теперь берем телескопы и находим редкую но уникальную галактику барнарда или ngc 6822 она находится в направлении к центру млечного пути в созвездии стрельца да там плотность звезд колоссальная хорошая новость для рассматривания структуры этой карликовой галактики достаточно будет даже небольшого телескопа а еще в это время года очень классно рассматривать соседние звездные системы в прошлом вы выглядели ничего но не будем отдаляться от карликовой неправильной галактики барнарда кстати она от нас тоже не особо отдаляется ее считают самой близкой к млечному пути по структуре ngc 6822 похоже на магелланово облако открытие галактики барнарда сыграла важную роль в истории вне галактической астрономии в 1925 году эдвин хаббл наблюдают кстати он кошек любил черных у него прям кошки он у нее трубка и кошка черной вы на фотографиях можете увидеть в 1925 году эдвин хаббл наблюдает диффузные туманности цифеиды пульсирующие переменные звезды свечение которых точно предсказуемо он определил что это галактика находится на расстоянии более 700 тысяч световых лет от нас вне нашей галактики млечный путь отметим что ранее человечество не знала вообще природу галактик и предполагалось что вселенная ограничена расстоянием 300 тысяч световых лет а все другие галактики это какие-то туманные пятнышки внутри нашего млечного пути таким образом определение хабблом расстояние до галактики барнарда в разы расширила нашу вселенную поменяв саму космологическую модель астрофотография месяца космические птицы от ильи смирнова и так туманности в самом сердце млечного пути месье 16 и 17 орел и лебедь великолепная работа автора общее накопление сигнала всего один час поверьте для такой детализации это очень мало вот что значит современные технологии и руки профессионала туманность ngc 6188 в южном созвездии жертвенника напоминает индейку в космосе а справа чуть ниже центра кадра видна планетарная туманность агония умирающей звезды и наконец туманность чайка айси 2177 снимки сделаны на острове тенерифе канарского архипелага присылайте ваши фотографии на астрограф собака роскосмос медиа в конце года мы выберем победителей подарим телескоп хотя зачем он вам нужен если вы такие снимки делаете слушайте продюсеры давайте лучше вот вашу квартиру подарим с балконом выходящим на юг вот как прекрасно людям будет смотреть марс во время противостояний